И всем привет, с вами я Леонид, мы сегодня продолжаем играть Ром Тотал Вара, огнём мечом, метод мод, и у нас сейчас бой начинается с того, что нас осаждают и мы должны будем отбиваться. И изначально у нас довольно большая проблема, и эта проблема заключается в том, что противник имеет большое-большое преимущество на данный момент против меня, а именно, что он имеет? Имеет башню и лестницу, ну, ещё и таран, таран на самом деле не такая большая проблема для меня идёт на данный момент, чем башня и лестница. Вот это для меня куда важнее, потому что таран, ой, таран, лестница с башней, они донеси могут спокойно, в принципе, и потом всё, потом уже очень тяжело мне будет как-то пытаться отбиться. Из-за чего, как раз-таки, мне не очень сильная охота биться с противником. Давайте спускайтесь, по той причине, что противник уже подошёл, вот там вот у нас башни стоят уже, потом здесь лестницы находятся уже, и как-то не очень получается. Вот, к примеру, противник на нас уже тут напал, 19, ну, уже меньше просто вражеских стрелков. Сейчас ещё полезут противники там, давайте по-быстрому вы убейте их и стреляйте под ним, по этому ополчению, хотя вы не успеете, как я вижу. Обидно, очень обидно, ну, ладно. А, нет, они всё же открывают огонь по ополчению, это великолепно. А вот стало то, что противник сейчас находится, это хорошо. Потому что он там находится, и я его убиваю. Давай, введи стрельбу по тому отряду. Давайте, давайте сюда стрелки быстрее. Для меня самое главное то, что вражеские стрелки не могли добраться до ворот. И после того, как они, если доберутся до ворот, уже очень плохо будет. Мне просто расстреливать противника надо. А, вот почему я теряю-то воинов-то. Понятно. Противник тут башни где-то. Из-за этого. Из-за этого я как раз таки и терял воинов. Ай-яй-яй-яй-яй. Как не херн, что-то вышло. Очень много воинов потерял я так. Очень плохо получается. Ладно. Если я так потерял уже очень много воинов, то... Как я поступаю? Я тогда отправляю всех своих воинов как раз таки на сены. Вот в эту часть, на ворота. И они у меня будут там находиться. И защищать ворот. Уууу, как нехорошо-то. Давайте спускайтесь. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Вот чего-чего-чего. А вот этого я больше всего не хотел. Потому что обороты я наверняка теряю. Всё. Начинаете биту. Просто удерживайте толпой их там. Хотя у вас и получится их толпой держать. Тем более, ворота уже всё потеряны. И смола тут не пойдёт. Да. Смола тут не пойдёт. И я уже поселение это защитить не смогу. Но если, конечно, под саму смолу мои воины не будут попадать. То тогда, да, я смогу его как-то защитить. Но на то, чтобы смола всё же работала, и я мог как-то защитить её поселение, то, ой, как постараться надо будет. У меня, хотя это не получится, потому что большое количество вражеских воинов тут. Очень большое количество. У меня очень мало воинов. Ну, да, я, конечно, быстро как-то убиваю противника. Но всё. Да. 1441 воин был. Минус ещё одно поселение у меня. Да. Я, кстати, поселение, которое больше всего денег и давал это. На тот момент. Теперь это Зуфу даёт больше всего денег. Я, кстати, Зуфу и сделаю столицей. Но всё же. Проблемы у меня идут. С тем, что... У меня-то особо денег нету. Так это поселение и так столица-то. Советуем вам построить здание подсвеченного типа. Я не то делал. Трансзом и Зугдиди. Ясно. У меня тут сколько? А, 4 отряда. Ну, в принципе, 4 отряда тоже неплохо. Но всё же охота больше, чтобы было отрядов-то приказать. Ладно. Когда у меня следующий появится генерал? 5? 7? Угу. То есть у меня не скоро появится он. Ясно. Самое обидное то, что я сейчас воинов нигде не могу нанять. Это самое обидное. У меня просто-напросто денег нет. И так как денег нет, то я и нанять не могу. А мне уже, кстати, посол ей не нужен. От него пользы особо нет. Он свою задачу выполнил на то, чтобы взять и заключить как можно больше торговых соглашений. Он просто свою основную задачу выполнил. Заключил сколько смог торговых соглашений. Его теперь просто нужно уничтожить. Хотя можно будет попробовать его сюда отправить. И с ними заключить перемирие. Может, это поможет. Маловероятно, но всё же. Как говорится, попытка не пытка. Наследник лидера фракции, да? А это лидер фракции сам. Я тогда... Нет. Я вот этого генерала сейчас отправлю в Зуфу. А тебя выведу. Да, у меня сейчас, конечно, сильно упал общественный порядок. Но, блин. А, московское церство уже захватило его. Тогда смысла нету. Тогда просто смысла я не вижу на то, чтобы у меня воины выходили и пытались захватывать земли. Но там хотя бы не те же на земле. То есть, у этого поселения стало не те же. Прикольно. Зуб Дидзи взяли в осаду, как я и думал. Что и нужно было ожидать на то, что я потеряю поселение в скором времени. У меня там ещё и минус поднялся в доходах. Прибыль теперь у 108 ожидается. Хотя тут два отряда противника. Ну, это два-три. Но из них это один довольно сильный конный отряд лучиков. Ай-яй-яй. Как нехорошо получилось. Не сохранился он почему-то. Ну, ладно. Сейчас точно не сохранился. Ну, два отряда сничтожит. И один отряд конных стрелков. Вот это уже потяжелее. Причём самая проблема заключается. Это в конных стрелках. Их тяжелее всего и убивать. Из-за того, что они просто пытаются убежать постоянно. Вот этим тяжело их и убивать-то. Ну, ладно. Давайте выходите отсюда. Из поселения. Бегом. Будущий наследник. Давай. Уже в бой. Беги на врага. У меня уже стрелки немало так стреляли. И уничтожили воинов. Ну, маловато, конечно, всё же. Давай-ка беги тоже. Поддерживай лидера фракции будущего. Давай сюда. Дай. Атаку на стрелков. Всё, конные соролки убегают сейчас от второго моего генерала. А соролки вражеские, они уже и так бегут. Просто особо не справляться с моим будущим лидером фракции. Вот и убегают. Нет, нет, продолжить бои, потому что мне нужно как можно больше его воинов убить и поднимать своих генералов. Это очень важно для меня. Тем выше у меня генерал по рангу будет, тем сильнее он. Тем сильнее у него будут все телоохранители. А раз телоохранители сильнее будут, то значит их сложнее убить. И это очень важно. А ещё так, возможно, даже численность увеличивается. Это тоже важно. Ну всё. Минус 17 ожидается золотых, да? Плохо. Очень плохо. О, Зубдитий стал уже в плюс уходить после того, как я построил там порт. Вот это неожиданный поворот. Вот это, да. Зуфу, как всегда, с очень высоким налогом, это хорошо. Блин, 400 золотых просто на один отряд. На один всего лишь отряд. Я трачу 400 золотых. И то на вот этот отряд Шубусани 250, где 160 воинов. Ну хотя, там лученькие у нас идут. И от них в чём-то даже больше пользы. Ну да, ну да. Ого, сразу какой минус у меня пошёл. Минус 400 золотых. Сейчас 426. Да, мощно я так в минус пошёл. Много. Много тут довольно мощных ссадников получается. Ну ладно. Мне, значит, вот этим генералам нужно будет вот этот отряд, наверное, поймать. И с ним биться. Хотя нет, лучше два генерала, они будут как раз таки и нападать сами на один из этих отрядов. Но у них очень сильные ссадники, и из-за этого лучше месть. Я терять не хочу своих воинов и своих генералов. Чем больше я потеряю своих телокернистов, тем хуже мне будет в будущем. Поэтому я особо не хочу их терять. Надеюсь очень сильно на то, что у меня лучники вот эти смогут достать противника там. Маловероятно на то, что они достанут, но всё же. Надеюсь. Очень сильно на это, надеюсь. Так, давайте. Бегом. Бегом выходите с поселением. Бегом, бегом, бегом. У нас тут противник блеск-то. Хотя противник, кстати, не сможет моё поселение начать даже захватывать. По той причине. По той причине, что ему некем захватывать. Вот. Ну блин, ну как так? Так, вы не успели схватить один трет противника? Вы же могли так поймать хорошо противника. Ну как вы не поймали его? Давай ещё ближе. А, у меня ж не тут стоят они. А не тут, а не там. О! Стрелки их не пошли сюда. Прекрасно. Я должен поймать их. Ай-яй-яй, как больно-то. Ну чё, это больно, это. Спину вот так стрелять. Угу. Всё. Минус один трет. Он убегает. Вот там вот у нас ещё один трет. Получается. Я на этот иду. Вот этот тоже, тоже не слабый трет противник. Вот на вражеского генерала. Капитана. Вот он. И оттуда может, в принципе, на третий генерал будет пойти. Ух ты. Ух ты. Вот это да. Вот это поворот. Убили мы его, вы, начальник. И скорее всего это будущий лидер фракции был. Я чё-то так думаю. Будущий лидер фракции и умер. Дайте посмотреть, кто это у нас умер. Да, я вам так сказал. Что это наверняка был будущий лидер фракции. Да. Ладно, переиграем. Переиграть несложно всё же. Первый раз атаку и у тебя не очень хорошо всё пошло. Я, кстати, немного по-другому поставлю тогда войдов, стрелков. Наверное, в лусь на другой, за башню. Где у меня, в принципе, бойцы доставать противника и убивать. Но оттуда никто и не стрелял. И не убивал никто их. Ждать моего приказа. Вот тут вот. Вот тут у меня будут вот эти стрелки стоять. А здесь вот эти вот стрелки. Я вот так поставлю. А сами телохранители с генералами будут вот тут. Ну всё. Давайте вперёд. Вперёд. Ну всё, у меня всадники. Стрелки пошли вперёд. Стрелять по противнику. И противник уже 11% воинов своих потерял. Неплохо так. 11% потерять сразу-то. Вполне неплохо. Просто бой начался уже на 11%. Уже, наверное, даже больше. Нет. Даже не больше. Я думал, всё же больше будет. Тяжёлая кавалерия. Конные стрелки. И там тяжёлая. Да. Я, пожалуй, на тяжёлую кавалерию пойду в бой. Потому что от неё больше проблем. Больше всего. Бам. Ну всё. Сцепился в ближний бой против вражеских всадников. И нужно уходить на дистанцию стрельбы моих стрелков. Чтобы мои стрелки могли мне прикрывать. Так. Генералов вроде нету. Там не на саму передовой. Поэтому особо переживать не нужно. Где они? Где мои генералы? Чтобы знать точно. Так. Минус один. Отряд. Ой-ёй-ёй. Спину бьют. Спину бьют наших. Всё, уходим. Уходим, уходим, уходим. Быстрее уходим сюда. Наших бьют всё же в спину. Это не очень приятно. Вперёд. Сейчас вперёд. Давим. Давим вражеских... Вражеских телохранителей капитана. Вот на тех всадниках теперь. Вражеский военачальник лежит мёртвый. Капитан умер, правда. Выпить со своими предками. Сочувствую ему. Просто сочувствую. У меня телохранитель не догонит их. Они даже больше потеряют. Да. 350-3 воинов без противника. Неплохо. Я так скажу. Это неплохо. У нас сейчас минус 312. Был и стал 101. И у меня, кстати, доход в минус идёт. Это плохо. Очень плохо. Потому что доход у меня идёт минус. Минусовой-то. Ммм. Вот почему у меня тут так всё плохо идёт. Православный. Это хорошо. Чертовник. Вот. Несостоящий преемник. Да. Ну, не совсем так. Склонный к рационализму. Это хорошо. Судовод тоже. И вот у нас наследник. Прорисходящий строительство. Сокращает стоимость строительства. Минус 1 на 3,4. Укрепляет общественный порядок. И способствует розовому населению. Не имеющий врагов. Плюс влияние. Минус 1 на личной безопасности. Так. Потом начальная лояльность. Плюс 4 лояльности. Ого. Православный. Приемный. Приёмный. Лидера фракции. Плюс 1 влияние. Плюс 2 отлично. Безопасности. Увеличивает шансы обнаружения и предотвращения покушений на убийство и храбрый. Плюс 2 боевого духа всем отрядом на поле боя. Неплохо. Мясать какое тут содержание? 120 золотых. Всё же немало. Тут 100 где-то. Да. 100 золотых. На одного. Дипломата у меня съедает 50 золотых. В пустую. На самом деле. Потому что мне он не нужен. Мне просто дипломата уже этот не нужен. И раз он мне не нужен, значит он съедает у меня деньги в пустую. Как говорится, конечно, попытка не пытка. И я могу попробовать перемирие продолжить им. Ну, я им предложу. Но согласятся ли они, вот это вот другой вопрос идёт. Всё заключается в том, что они дадут своё согласие на перемирие. Даже если они дадут, как долго это перемирие будет идти. Уничтожить! Всегда в этом вопрос идёт. Первый. И у противника тут немало воинов, как я вижу. Особенно пехоты. Ну, на стрелков его по большей степени всё равно я их быстро уничтожил. У него два целых отряда... Нет, три целых отряда стрелков пешек. Два отряда, которые... Если соединить, 50 воинов будет там. И... Ещё один отряд, 42 воин там стрелков. И три отряда тяжёлых копейщиков. Вот это вот плохо. То, что три отряда тяжёлых копейщиков... Одних больше всего и проблем идёт. Чё, я больше всего не хотел? То это, чтобы... Во-первых, копейщиков старше не убить. А во-вторых, они... Всегда так. Ну что. Нас вот... Угрызилось. Наверное, как всегда, противник сюда пойдёт. Не знаю я точно, но скорее всего сюда не пойдёт. Так. Делокрянители. Готовьтесь теперь убиться опять. Они даже передышать не успевают. У них отдыха никакого, на самом деле, нету нормального. Воинам моим надо нормально отдыхать. Но у них не получается нормально отдыхать. Их постоянно атакуют, атакуют. И всё. Вот они постоянно бьются. И что им делать? Срелки, да. Срелки там были. Даме вражеских стрелков. Потом вот на тех стрелков идём. Вот на тех стрелков. И просто мы его так вот продавливаем. Вражеских стрелков. Особо даже не... Нужно будет с противником биться. На то, чтобы его раздавить. С его всадниками, с его копеечками. Мы просто его продавливаем. Изначально. Большие потери ему даем. Отгоняем один отряд. Так. Запакавшие вы, да? Вот это уже не очень. Вам отдохнуть надо. Там ещё много противников. Давайте по-быстрому вы отдохнёте сейчас. Давайте быстро отдыхать. О, к вам ещё и противник идёт. Отряд убегающий. Вот это отлично. Так, и разогреты. Всё. Свежий отряд. Можно и выступать уже. Хотя нет. На этот пускай отряд идёт противник. Всё. Привет. Давайте черч на них делать. Хотя они побегут сейчас. Сто процентов. Нет. Они не побежали. Я удивлён сильно. Я думал, они побегут сейчас от моих всадников. То, что они не будут пытаться с ними бить. А будут пытаться скрытить дистанцию с ними. И с ними никакой битвы не будет. Нет. Всё же ошибся. Ну, такое тоже бывает. Тем более, это битва с компьютером идёт. А не с человеком реальным. Хотя, реальный человек такого не допустил бы. Это точно. Ой. Ой. Копейщики там. Копейщики пытаются что-то сделать. У них особо ничего не получается. Ну, всё. У противника в основном это только Срылки. О, есть, копейщики остались. Поэтому в скором времени я могу спокойно взять и вывести своих Срылков и начать расстреливать вражеских войнов. И всё. Вот тут мы убиваем ещё этих всадников. Всё. Выдвигаемся сюда. Немного ещё ждём. Прямо не много ждём. И можно будет нападать. Так. Получается, у нас только два отряда осталось в противник. Именно Срылков. И именно Кавалерии. У них и Срылков три отряда осталось. Это с учётом и пеших Срылков, и всадников. А всадников два отряда только. Так. Ты идёшь на... На вражеского генерала, капитана. А наследник он пойдёт сейчас вот на тот от трет и девяти воинов. Ага. Ой-ёй-ёй-ёй. Уходи, уходи. Так, молодец, что ты ушёл. Ой-ёй-ёй. Как нехорошо. Нехорошо сейчас уходит. Давайте добить этого воина. Потом вот на того. Опять капитана. Всё. Уходите. Так. Ладно. Ну, вы уже можете выходить отсюда, в принципе. Из поселения. Дать чардж. Да. Он и не будет пытаться сейчас меня как-то вылавливать. Он будет как-то срана попытаться со мной биться. Давай, вот так на тот отряд вы уходите. И уходите ближе к башням. Всё. Беги-беги. Я отправил его убегать, и он почему-то уже вступил в бой с этими копейщиками. И в итоге он не успел убежать. Ну, ладно. Бывает такое. Моему наследнику нужно догнать отряд противника. Давайте. Я знаю, вы сможете догнать их и убить. Я верю в вас. Вы сможете. Давайте. Итак, вам вот тот отряд. А вам вот тот. Вот оно даже как. Даже так вышел, да? Ага. Выдавать в бой. Будущие лидеры туда. Просто растягиваем вражеских копейщиков. Как можно сильнее. И особо не даём связывать их в бой. Ну, всё. Теперь вас отводим туда. Вот. Вот в это место. И вас просто там оставляем. Наши воины скорее умрут, чем победить. Мне теперь осталось только сохранить своих воинов. Ой-ёй-ёй. Вы куда ещё пошли-то? Нет. Он всё же решил биться-то, да? Вот на этот ряд стрельбу удалось. Да. Убегать, убегать. Значит, всё же, да? Стойте вы, блин. Стреляйте. У вас есть возможность. Вам ничто не мешает. Не то, чтобы вести стрельбу. Давай-ка вот этот трет сюда всё же станет. А этот трет сюда станет. Потому что ой, как мне это не нравится, как вы стоите. Вас легко зажать в угол. Получается. Ой. Ой-ёй-ёй. Измирены вы. Давайте бегите. Тоже. Ммм. Даже так, да? Вы успеваете почему-то догнать моих стрелков. Хотя, мои стрелки куда легче одеты, и им особо убегать тут даже не надо от вас. А вы их как-то догнали. Странно. Очень странно. Ну ладно. Ладненько. Нет. Лучше пешком. потому что вы тоже исключены уже. Поэтому вам лучше пешком. Давай-ка вот так вот два отряда садить сейчас. Так, первый генерал битву субил. И сейчас второй уступает. И все. Отходим. Плохо то, что они не убегают. А, они уже все. Они сломались. Раз они сломались и убегают, теперь можно на них спокойно напасть. Получается. Вот это от уничтожения. Вот так у нас теперь легко проходят битвы. Ну, как даже легко. С небольшими проблемами все же, но не так сложно. Давайте стрелять в них. Давайте быстрее бегите стрелять в те хатрида. Последний воин и вот тут 16 воинов. К сожалению, стрелков отряд их не было убито. Их не мишень. 128 копеечков. Я надеюсь, они все же спиной не смогут убить мне генерала. Хотя у них копий нету, у них мечи сейчас. Так что они должны вам а вот сейчас могли в принципе. Ну все. Победа 1424 войны, но по большей степени убито только двумя отрядами генералов. Да, мощный мир. Даже не по завидующим. Ого, минус 211 золотых у меня сейчас заход в этом поселении тем более. Меня шокирует все же это поселение. Ну, хотя да, у меня же население тут уменьшилось. И из-за этого у меня как раз такие проблемы идут. Если поселение не уменьшилось население, оно у меня уменьшилось по той причине, что я нанял отряд, то и доход сам не уменьшался. подходящий муж. Я его все-таки возьму, потому что мне генералы нужны. Мне генералы нужны и не только сами генералы. Мне и сами воины нужны. О, как все фигово идет. Все очень туго. Очень большие проблемы у меня. Дипломат. давай ты быстрее будешь идти сейчас сюда. Тебе нужно найти поселение мятежное. Наверное, то все же и будет мятежным. А, да. Оно и так мятежное. Здесь я ничего построить не могу и здесь тоже. Великая княжность литовская давать союз. Я принимаю. Да, в принципе мне союз не помешает, но хотя мне этот союз все равно ничего не даст. Потому что у меня то воины не в очень хорошем состоянии выходят. Нет, это не мятежное поселение. А где оно? Оно вот это что поселение мятежное получается? Или нет? Или какое поселение я не пойму. Ну да, как обычно пока ничего построить не могу. Во, на 7 золотых. Я сначала уходил в плюс на 7 золотых. У меня минус 69 на 62 стало. И сейчас минус 70. сразу за один ход. Нормально контактах. Кстати, заметим, противник уже перестал так сильно идти и пытаться уничтожить как раз такие сефиевиты. Это очень интересно с чем это связано. Очень интересно. Передышка какая-то идет у меня. Да у них тоже у них скорее всего проблем с Османской империей, потому что у них сила атак уменьшилась. Но хотя они новый отряд провели более мощный. Не получается на перемире их произвести. 14 41 воин. И из них два отряда это просто копейщики. Круто. Просто круто. Я значит не так давно бился с копейщиками. Еле их выиграл. И тут на тебе два отряда копейщиков и отряда еще плюс. Что я могу еще сказать? Зашибись и все. Круто он решил меня атаковать. Сам главное у меня и так много стрелков сейчас выходит. у меня вот этих 50 стрелков там 155 стрелков и то без ранга вообще какого-либо. То есть воины у меня дальнего боя их у меня почти нет. Мне для начала нужен по-быстрому уничтожить его тяжелых всадников. От них больше проблем идет. или по одному отряду вытаскивать копеечку. Нет назад вы не успели. Вы просто напросто не успели вытащить один врачский отряд. Я поражаюсь вами. Как вы так не успели вытащить? Ой а противник убегает то? Он убегает от мне? Как я вижу. Ну пускай бежит. А я пока догоню его отряд копейщиков и начну их убивать. Это для меня хорошо будет. Это все же мне в плюс сильный выйдет. Его потери будут. У меня особо их не будет в принципе. Ну все воины убежали. Ну я не так много воинов потерял чем он. Он то целый дред потерял. А я то всего парочку утилок гранителей. которые за один код будут восстановлены. 22 тела гранителей. на самом деле не так много. Я в принципе мог и больше потерять. Все просто великолепно и прекрасно. О у меня повышение сейчас. Свитер расширил сержей носить. и у кого ж роджи носит появился тебя. Да. Плюс один личной безопасности увеличивает шансы обтружения и предотвращения покушений. Плюс один к здоровью вашего генерала. Прекрасно. У меня сейчас доход минус доход коза минус 14 золотых. Ого. У меня коза все меньше и меньше становится. и с чем это так связано? А? С чем это связано? Так. С вами торговля и так идет. С вами торговля идет тоже. Ладно. Давайте попробуем опять перемирать. Нет. Отказываются все рано. они все рано отказываются. Вот это очень плохо. Уверен и токующие жестокие прижимистые. А вот это плюс бедности идет. Так. А я не могу ничего сделать из того что могло в принципе пользоваться. я доход никак не могу поднять. Мне только население поднимать если. Вот так и все. Ладно. население уменьшим. Точнее доход тут. Я лучше сейчас посильнее буду ходить в минус. Но у меня доход будет увеличиваться. Ха. Сразу Зуфу в минус пошел. странно. Очень странно. Ладно. Я буду на этом заканчивать это видео. С вами был я Леонид. Всем удачи. Всем пока.